Когда выйдешь на войну против врага твоего. Так начинается недельная глава Ки-Ти-Ци. Когда выйдешь на войну против врага твоего. Так начинается недельная глава Ки-Ти-Ци. Говорит Адморис Слонима. Он дает на это очень интересное объяснение. Он объясняет, что говорится о нашей душе перед приходом в этот мир. Какой смысл прихода души в этот мир? Воевать с врагом. Кто этот враг? Ецарара. Злое начало. Он хитрый и войну с ним нужно вести хитро. Если вы хотите знать основные хитрости войны со злым началом. Напишите в этот чат букву Е. Что означает Ецарара. И это означает, что вы хотите знать, как его преодолеть. И я постараюсь вам подготовиться на эту тему материала. Так пишет Адморис Слонима. Очень интересная вещь. Что даже если человек преодолел свой Ецар, свой Ецарара, свое злое начало, одну и ту же запретную страсть, желание, тысяча раз, и все равно Ецар атакует его, как в первый раз, нельзя печалиться или, не дай бог, отчаиваться. Почему? Потому что, говорит Адмор, Всевышнему такое преодоление очень и очень дорого и дает ему огромное удовольствие. Более того, говорит Адморис Слонима, даже когда человек одерживает головокружительную победу и все ему аплодируют, восхищаются им, даже тогда нельзя забывать о том, что Ецарара даже в эту секунду может его повалить на пол в духовном плане, например, тем, что подстрекает его гордыни. И об этом, кстати говоря, мы молимся каждый день в вечерней молитве Мариев, кто знает, или Аравит, по-другому она называется. Мы молимся и убери препятствия перед нами и позади нас. То есть, перед действием и после действия. Шалом, дорогие друзья! Как видно, как слышно, с вами я, Давид Плискин, в прямом эфире из святого города Иерусалима. И сегодня с Божьей помощью вы узнаете, как, по мнению Рава Таугера, привести Машиаха, какова главная работа нашего поколения, откуда появилось слово «еврей» и другие интересные и важные вещи, и самых стильных и стойких, кто засидит до конца урока, ждет с Божьей помощью ценный подарок от меня. Для тех, кто слышал о известном мудреце Торы, современном мудреце Торы, который ушел от нас около года назад, насколько я помню, по имени Равазрель Таугер, то практически весь сегодняшний урок основан на его книге про Илуль и праздники. Я так понял, что эта книга не переведена на русский язык, поэтому своего рода эксклюзив я вам даю здесь. Давайте посмотрим, что пишут. Так, пока нет комментариев. Окей. Хорошо. Значит, дорогие друзья, пристегивайте ремни, мы взлетаем. Знаете ли вы, кто был первый еврей, которому Всевышний повелел сделать обрезание? Ну, в основном, многие очень знают, это Авраам. Авраам, наш пророк отец Авраам. Написано в мудреце, что на третий день после этого сам Всевышний пришел его навестить. Да, после обрезания сам Всевышний пришел его навестить. Идет прямое общение Авраама со Всевышним. И тут Авраам видит трех арабов, которые поклоняются пыли на своих ногах. Был тогда такой вид идолопоклонства. И вдруг Авраам оставляет Всевышнего и бежит к этим идолопоклонникам исполнять заповедь встречи гостей. Представляете, оставить Всевышнего? Потрясающе! Я, честно говоря, долгое время не понимал, почему Авраам это сделал. И вот недавно, слава Богу, мне встретился очень интересный комментарий, отвечающий на этот вопрос, почему Авраам оставил Всевышнего и пошел каким-то долопоклонникам. Да. Из этого эпизода в Торе известны слова наших мудрецов. В трактате Шаббат велико гостеприимство, больше, чем принятие лица Шхины. Как написано, написано в Торе, и сказал, «Если я нашел милость в глазах твоих, не проходи мимо раба твоего». Это то, что сказал Авраам. И объясняет Рамхаль, это великий мудрец Торы, каббалист, живший в Италии в XVIII веке, что мудрецы имеют в виду следующее. Всевышний пришел навестить Авраама в третий день, на третий день после его обрезания. И вот видит Авраам издалека трех арабов, поклоняющийся пыли на своих ногах. Он оставил Всевышнего. И побежал осмолнять заповедь встречи гостей. Это вообще логично, да, оставить Всевышнего ради трех арабов. И отвечает Рамхаль, что наш праотец Авраам увидел в этих гостях образ Творца. Он увидел в их печали шхину в изгнании. Что такое шхина? Это проявление Творца. И он сжалился над Всевышним, который выразился, отразился в этих трех людях. Да? Это то, что говорит Рамхаль, это не я говорю. Это нужно понять, это очень глубокие вещи. Но в общем мы видим, что Авраам увидел, что Всевышний находится так же. И вот в этих трех идолопоклонников, которые пришли сейчас, даже проходили мимо него, и которые голодные, сказал на это Всевышний, велико гостеприимство больше, чем принятие лица шхины. То есть, вот теперь мы подходим к самому главному ответу. Вдумайтесь в него. Проявление Творца, что внутри человека, более важного, чем проявление Творца самого по себе. Потому что, когда сам человек раскрывает образ Творца в себе или в ближнем, это раскрытие аспекта, который называется «Я моему возлюбленному». Помните этот аспект? Это аббревиатура слова Элуль, чудесного месяца, который, как вы знаете, уже наступил, и весь он страстное желание обновить связь любви с Творцом. Помните, как эта аббревиатура звучит на иврите? Они ли дуди, ви дуди ли? Я возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Давайте посмотрим, что у нас вписано. Хорошо. Итак. Что такое они ли дуди, вы дуди ли? Человек должен благодарить Творца за те подарки, которые он получил от него. Эта часть возлюбленный мой, мне. Подумать о инструментах, которые ему даны, чтобы служить Всевышнему. Таланты, способности, память, родители и учителя, уроки Торы, которые человек услышал. Все это подарки Всевышнего. Задача еврея, особенно в этом месяце, в месяце луль, осветить внутри себя и укоренить в душе осознание своей независимой ни от чего ценности и того, что он может дать Творцу. Это и есть аспект я возлюбленному моему. Понимаете? Наша духовная работа в этом месяце сейчас заключается в том, чтобы понять кто я, что Творец мне даровал и как я могу это использовать наилучшим образом для того, чтобы обрадовать моего отца с большой буквы. И поэтому на нас лежит обязанность быть как Авраам, который осознал особенное я каждого человека великую ценность каждого индивидуума. Это не значит, что нужно дружить с едва поклонниками. Мы избегаем плохих влияний на нас. Но общее правило таково. Только праведники могут общаться со злодеями, не теряя при этом свой духовный уровень. И Тормуд рассказывает про великого мудреца Торы Таная по имени Раби Мэйр Бааля Нес что у него были плохие соседи, от которых он сильно страдал. Начал Раби Мэйр молиться за них, чтобы они умерли. Сказала ему его жена Брурия. Разве написано у царя Давида в Таилим исчезнут грешники с земли? Написано грехи, а не грешники. Нужно молиться за исчезновение грехов из этого мира. Как это можно осуществить? Просить за них милосердия, за грешников, чтобы они раскаялись. На Хазрубитшева известное выражение. Раби Мэя согласился с женой и начал молиться за то, чтобы его соседи раскаялись. И так и произошло. Это объясняет нам еврейское отношение к человеку. Есть человеческая ценность, которая не зависит ни от чего. Точка подобия Творцу. Образ Творца в человеке. Это мы должны любить. А есть негативное поведение, за которое можно даже человеку дать смертную казнь, чтобы очистить его в этом мире от тех духовных увечий, которые он сам себе нанес, но при этом любить его. По еврейскому закону есть такое наказание смертная казнь. Сейчас это наказание не применяется по определенным причинам, которые вы можете углубиться, спросив своего раба или на соответствующих сайтах еврейских, например. Хороший сайт, который я уверен на 99% что говорит об этом толдот.ру Так, кто-то что-то пишет. Идем дальше. Написано у Рава Цадока из Люблина, что так же как человеческим разумом невозможно постичь величие Творца, так же человеческий разум не может постичь величие личности, величие человека. Однако у того, у кого есть сомнения в своей ценности, в своем величии, в величии человека, он не меньше опикой верес, то есть отступник от веры, чем тот, кто сомневается в величии Творца. Ведь оба эти аспекта это две части одного целого. Ведь каждый из нас сотворен по образу и подобию Творца. Понимаете? написано написано в Медраше, что Ноах был недостаточно верующий. Ноах Ной обычно это называют на русском языке, знал его имя, да? Ноах знал всю Тору, находился на высоком уровне познания Творца, но он не знал себя. Он не умел правильно оценить свое важность самого человека. И поэтому он не бежал в ковчег, когда начался потоп. Он не поверил в великую силу, которую Всевышний дал человеку. Силу строить и поддерживать творение Всевышнего, но также с другой стороны разрушать и уничтожать то, что Всевышний сотворил, не дай Бог. У нашего праотца Авраама открылась точка его Я с большой буквы. Открытие подлинное и самобытное, которое он получил не от родителей и не от учителей. Его учителями, кстати, был Ноах и Шем. И эти учителя сами засомневались и не поверили, кстати говоря. Наш праотец Авраам поверил. В самом деле, Авраам выбрал идти за Творцом, пошел на самопожертвование ради Него и выдержал десять испытаний. Поэтому в союзе между рассеченными частями, на иврите называется Брит Бен-Абетарим, пообещал ему Всевышний, знай, что пришельцами будут твои потомки на не своей земле. и далее Твоим потопкам даровал я эту землю, говорит Всевышний. Здесь объявил ему Всевышний о своем особенном отношении с потомками Авраама. Он объявил, что выбрал их, чтобы евреи были его народом и сделали его царем. в аспекте, как написано в книге Шмот, мой сын, мой первенец, народ Израиля, и, как написано это также у пророка Ишаяу, народ, который создал я себе, чтобы рассказать о славе моей. Мне кажется, на самом деле, что только немногие из нас по-настоящему верят в величие, которое находится в них. И Рафтаубе рассказывает, что критерия знания Торы после Холокоста сейчас сильно отличаются. Сейчас критерий намного выше. И он делает вывод, что кто остался позади и не особо преуспел, тот, кто, несмотря на то, что верит в Творца, не верит в себя. Не о нас будет сказано. Не осознает свое внутреннее величие. Нужно поверить в Я возлюбленному моему, что у меня есть силы подняться и достигнуть великих вершин. Понимаете? Кто мудр? Тот, кто знает свое место. Так написано в Перпьевод, в получениях отцов. То есть наши мудрецы говорят, как понять, мудр человек или нет, посмотреть на то, знает ли он свое место. Давайте вдумаемся немножко. В чем такая большая мудрость у человек знает свое место? В чем тут, как говорится, месседж? Какую важную вещь хотели нам сказать эти наши мудрецы? На самом деле, наши мудрецы учили нас другому правилу. И тоже в Перпьевод говорится так. Он часто повторял «Никому не относись к презрением и не считай невероятным любое развитие событий, ибо нет человека, у которого нет своего часа и нет ничего, чему бы не нашлось бы место». Чему не нашлось бы место? То есть у каждого человека есть место и время, уготовленные для него, что их только он и никто другой может исправить и исполнить то, что требуется именно в этом месте и именно в это время. По сути, это то, что говорит нам великий Гилель. Гилель на русском это звучит. В известных его словах тоже в Перпьевод. Если я не за себя, кто за меня? Известное выражение, да? Никто в мире не может участвовать вместе со мной в исполнении моего индивидуального долга, моего индивидуального предназначения. Получается, что в любую эпоху, в любой ситуации и в любом месте на человека возложено осознать, что, как говорится в трактате Санедрин, для меня сотворен мир. Так должен говорить каждый человек. Для этого часа и для этого мига. И не говори себе, я просто изучаю Тору, я просто молюсь, как многие другие. Это не так. На тебя возложен особенный долг каждый миг исполнять свое предназначение, свою миссию, потому что нет больше никого в мире, кто может его исполнить. Понимаешь? Написано в книге Дворим, и выбери жизнь, выбери жить каждую секунду, а не только существовать. И это простое понимание того, что говорят наши мудрецы, нет человека, у которого нет своего часа, и нет ничего, чему не нашлось бы место. У каждого человека есть свое место и свое время, и ему нужно использовать их по назначению, и выбрать жизнь, и напомнить жизнь смыслом. Если он этого не сделает, значит он упустил шанс всей своей жизни. Не о нас будет сказано. Это связано с нашим праотцом Авраамом и с месяцем Илуль. Написано про Авраама, один был Авраам, написано в книге Ехескек. Авраам не полагался ни на кого. Он организовал свое знакомство с Творцом в качестве индивидуальности, личности, своим индивидуальным путем. Слова в книге Берешит «Ваягед ле Авраам айври» и сказал еврею Аврааму. Объясняют наши мудрецы, вот сейчас мы подходим, откуда возникло слово «еврей». Весь мир на одной стороне, а он на другой. Сторона на иврите «эвер» однокоренное со словом «еври» «еврей». Понимаете? То есть буквально слово «еври» «еврей» можно перевести как перешедший на другую сторону, ведь весь мир во времена Авраама поклонялся идолам, а Авраам перешел на другую сторону и начал поклоняться единому Богу. Авраам узнал Всевышнего самостоятельно, индивидуально, и решил, что он самостоятельно коронует Всевышнего, вернет ему царство над всеми обывателями. Так, что напишут? На самом деле, дорогие друзья, Всевышний обращается к нам и просит у каждого из нас «учи Тору, соблюдай заповеди, служи мне, выстрои со мной связь, но в соответствии с твоим разумом, твоим пониманием, твоими душевными силами». Это не значит не слушать раввинов и мудрецов, но это значит выбрать себя подходящего, рава, кошерного, и все, что он вам говорит, не ограничиваться слепым принятием беспонимания, а начиная делать, одновременно понимать и осознавать своим разумом, что нужно делать, почему и как. Так, чтобы это знание стало неотъемлемым вашей частью. Понимаете? И это работа месяца Илюль в аспекте «Я возлюбленному моему». И это необходимая подготовка к приходу Машьеха. И сейчас в качестве моего скромного вклада в подготовку к приходу Машьеха я хочу дать вам каждому из вас подарок. Пришло время. Я начал изучать Тору с 13 лет. Сейчас мне 38. И на данный момент из того, что я выучил, я отчетливо понимаю, что любые истинные изменения начинаются с изменения мыслей. Поэтому я предлагаю вам попробовать совершенно бесплатно очень простую и древнюю систему изменения мыслей и как следствие жизни. Эта система естественно основана на знаниях, которые я почерпнул у наших мудрецов. И эта система, которая помогает сконцентрировать и направить все ваши силы на исполнение вашей задачи, будь то учеба Торы или финансовое благополучие. И подробности, дорогие друзья, вы узнаете, перейдя по этой ссылке на Google анкеты. Вот я вам сейчас на всякий случай посылаю ссылку на этот подарок. Вот, пожалуйста. И кроме того, эту ссылку я поместил в описании этого урока. Что вам нужно будет делать? Вначале выберите одну вещь, но только одну, которую вы хотите достичь. И напишите ее в анкете. После того, как выберете, нажимаете на ссылку, входите в Google анкеты, заполняете Google анкету, пишите одну вещь, которую вы хотите в соответствующем вопросе. И я после этого с Божьей помощью пошлю вам средства, как с Божьей помощью достичь вашей заветной цели. Итак, дорогие друзья, забирайте подарок по ссылке. И я желаю вам использовать этот великолепный месяц по максимуму, приближаться ко Всевышнему с радостью, с любовью, с удовольствием и со здоровьем естественно до 120 лет и будьте счастливы. до 120 у до 15